Прошлое Мюнхена, великое и радостное, трагическое и бесславное, полное знаменательных и роковых событий, воплотилось в уникальном облике города. В его улицах, площадях и зданиях, скверах и парках. Здесь только всего необычного, удивительного, что нужно заранее определиться с выбором, если попытаться увидеть все интересные места. Раскинувшись на берегу реки Изар, на юге Германии, в предгорьях Альп, Мюнхен привлекает своими величественными соборами с высокими колокольнями, размашистыми парадными площадями, старинными домами с богато украшенными фасадами и цветочными корзинами на окнах. Официальный девиз столицы Баварии – Мюнхен любит вас! И действительно, попадая сюда, сразу легко почувствует доброжелательную и веселую атмосферу этого южно-германского города. Всемирную известность ему принесли ежегодный фестиваль «Октоберфест» и пивные рестораны, великая футбольная команда «Бавария» и «Мекка» для любителей мощных автомобилей – музей «БМВ». Перед туристами, путешествующими по Мюнхену впервые, часто возникает вопрос, какую достопримечательность города стоит посетить в первую очередь. Наш маршрут «Мюнхен за один день» мы начнем с Хофтгартена – парка в стиле барокко в центре Мюнхена. Добраться сюда от железнодорожного вокзала Мюнхена можно всего за пару минут на метро. Хофтгартен был заложен в итальянском стиле в 1613-1617 годах при Максимилиане I. Главным входом в парк являются ворота, обращенные к церкви Теотинеркирхе, которые являются первым творением архитектора Лео фон Кленца в Мюнхене. Со стороны немецкого музея-театра и Теотинеркирхен парк ограничен аркадными галереями. В центре парка расположен построенный еще в 1615 году павильон «Храм Дианы». Здание украшают изнутри четыре украшенные морскими раковинами настенных фонтана, упомянутые в яствах земных Андре Жида. В павильоне проходят концерты. По вечерам в летнее время в среду и воскресенье в храме Дианы танцуют сальсу. В пятницу аргентинская танго. Днем посетителей парка развлекают уличные музыканты. В парке ухоженные газоны, многочисленные клумбы, красивые фонтаны напоминают о царском прошлом. Ведь когда-то здесь гуляли короли. Вы также встретите большое количество жителей Мюнхена, сидящих на лавочках. Южная часть парка выходит на фасад Мюнхенского дворца резиденции, а в восточной части парка находится Баварская государственная канцелярия. Мюнхенская резиденция – знаменитый исторический комплекс в центре города. Масштабное сооружение, состоящее из множества зданий. История возникновения достопримечательности восходит к Средневековью, а принадлежность к родовой династии Виттельсбахов окончательно закрепила за резиденцией звание музейной реликвии. Дворцовый комплекс по праву считается обязательным познавательным элементом для включения в культурный маршрут по Мюнхену. Для того, чтобы досконально изучить ее роскошные залы, резиденцию стоит посещать ежедневно, по крайней мере в течение недели. Ведь здесь целых 10 внутренних дворов и 3 основных комплекса – королевские покои, старая резиденция и праздничный зал, а в одном только резидентском музее – 130 залов. Музеи Мюнхенской резиденции неоднократно признавались богатейшими в Европе. В их числе антикварий XVI века, фарфоровая, реликтовая и серебряная камеры, удивительный миниатюрный кабинет и неизменный полюс притяжения туристов – сокровищница с одной из ценнейших в мире коллекций драгоценностей. На площади Одеонс-Плац, между церковью Святого Каэтана и Королевской резиденцией, аккуратно вписан зал баварских полководцев. Эта достопримечательность носит весьма неоднозначную славу. Когда-то этот памятник военным победам Баварии стал символом объединенной Германии. Но был и период, когда сами мюнхенцы старательно обходили его стороной. На протяжении многих лет в отношении к Фельдхернхалле чередовалось и почитание, и ненависть, и даже ирония. Но в любом случае, в нем запечатлена история Мюнхена, Баварии и Германии в целом. Фельдхернхалле представляет собой лоджию, которая была построена во славу баварских полководцев по решению короля Баварии Людвига I. Архитектором был выбран Фридрих фон Гертнер, который сотворил галерею полководцев по образу лоджии Ланци во Флоренции. Памятник возводился в период с 1841 года по 1844 год. Помимо своего символического значения, он сыграл ключевую роль в плане застройки города, соединив старый центр с новой улицей. На страже центральной лестницы встали два каменных льва. Интересно отметить небольшое отличие в скульптурных фигурах царственных зверей. Лев, обращенный в сторону резиденции, изображен с открытой пастью, а повернутый в сторону церкви с закрытой. Таким образом отражена неоспоримая истина о том, что можно возразить монарху, но Господу никогда. Театиннер кирхе. Название католической коллегиатской церкви святого Каэтана в Мюнхене была придборной и одновременно орденской церковью ордена театинцев. Это первая церковь, возведенная в стиле итальянского позднего барокко по северную сторону Альп. Церковь святого Каэтана расположена у Фельдхернхалле и входит в архитектурный ансамбль площади Адеонсплац. От площади двинемся по улице Театиннерстрассе. Через пару кварталов выйдем к еще одному зеленому оазису в самом центре города – Марьенхофу. Большой газон с 40 скамейками и 70 стульями предлагает достаточно возможностей для того, чтобы посидеть и передохнуть в зелени после похода по магазинам. По газону можно ходить, при этом собаки должны быть на поводке. Департамент образования и спорта с мая по октябрь организует на Марьенхоф – практики дальневосточных медитаций и искусство релаксации, в которых может принять участие каждый в повседневной одежде и совершенно бесплатно. Справа от лужаек вы не сможете не увидеть собор Святой Богородицы, известный также как Фрауенкирхе, символ Мюнхена и самый высокий собор в городе. Построенный в 15 веке, храм также является значимым памятником архитектуры готики. Главная часть сооружения была завершена в 1488 году, а купола в связи с недостачей средств были завершены лишь в 1524 году. На момент завершения собор вмещал 20 тысяч посетителей, несмотря на то, что население города составляло всего 13 тысяч жителей. Фасад отличается небольшим декором, что не свойственно готическому стилю, однако выглядит торжественно. Интерьер собора не менее необычен. Вместо хмурых стен и темноты, как обычно бывает в готических храмах, внутреннее убранство отличается обилием светлых тонов и цветных витражей, что создает внутри храма теплую атмосферу. Также в соборе можно увидеть 22 величественные колонны, поддерживающие потолок, обилие барельефов и несколько гробниц. Ради сохранения этого символа города в результате проведенного в 2004 году референдума было запрещено строительство зданий, высота которых превышает 99 метров. Именно 99 метров составляет высота собора Святой Богородицы. Необычные для готического собора медные церковные шпили, напоминающие зеленые луковицы, видны из любой части города. Именно эти купола, установленные спустя 40 лет после окончания строительства, стали символом Мюнхена. Дальше нас ждет самый центр баварской столицы – площадь Марии или Мариенплац. Мариенплац еще со времен основания Мюнхена играла важную роль в инфраструктуре города. В XII веке она располагалась на пересечении главных транспортных осей, поэтому с 1158 года здесь часто проводились городские ярмарки и рыцарские турниры. Сегодня о победах храбрых рыцарей напоминает звон знаменитых часов новой ратуши – одной из главных достопримечательностей Мариенплац. В свое время территория площади прославилась тем, что здесь располагался крупный рыбный рынок, украшенный фонтаном Фишбруненом, где торговцы хранили улов. Архитектурный ансамбль был разрушен во время войны, а свой сегодняшний вид он приобрел после реконструкции. Современное название площадь получила только в 1638 году, когда здесь была возведена колонна Святой Марии – символ 30-летней войны со шведами. Мариенплац считается самым посещаемым местом в Мюнхене. Здесь располагаются новая и старая ратуши, колонна Девы Марии, церкви Святого Михаила и Петра, музей игрушек и рыбный фонтан. Колонна Марии – это ключевой символ Мариенплац, в честь которого площадь получила свое название. В центре композиции возвышается позолоченная статуя Девы Марии, а по бокам можно увидеть четырех херовимов, символизирующих войну, голод, неверие и чуму. Новая ратуша – величественное здание, выполненное в неоготическом стиле и украшенное огромным циферблатом. В 11 и 12 часов дня под бой курантов здесь разыгрывается кукольный спектакль, во время которого миниатюрные баварцы изображают сцены из жизни. Во внутреннем дворике ратуши можно почитать о главных исторических событиях Мюнхена, а также увидеть витражи и скульптуры. Но главным достоянием новой ратуши считается 85-метровая смотровая площадка, откуда открывается роскошный вид на город. Чтобы попасть сюда, необходимо зайти в арку и свернуть налево, где вы увидите кассу и лифт. Старая ратуша. Еще одна архитектурная доминанта площади, возведенная в стилистике новой готики и ренессанса. Разноцветные башни и золотистые часы, задекорированные символами знаков зодиака, придают ратушу кукольный вид. Сооружение датируется XIV веком и первоначально украшало вход в город. Музей игрушек. Находится экспозиция в одной из башен старой ратуши. Здесь выставлена экспозиция из кукол, мишек, солдатиков, елочных украшений и других игрушек. Коллекции музея располагаются на двух этажах. Работает экспозиция ежедневно с 10 до 17.30. В период католического Рождества с конца ноября по декабрь на площади проводится Рождественский базар. В это время вся территория Мариенплац сверкает елочными игрушками и гирляндами, а также радует туристов огромным количеством сувениров, игрушек и подарков. Если встать на Мариенплац возле фонтана спиной к новой ратуше, то в глубине переулка между книжным магазином и высоким зданием с вывеской Deutsche Bank можно увидеть высокую прямоугольную церковную колокольню – колокольню церкви Святого Петра. Церковь Святого Петра – самая старая приходская церковь Мюнхена. Мюнхенцы называют ее «Альтер Петер» – «Старина Петер». Высота ее колокольни – 92 метра. Построили церковь в романском стиле в XI веке на холме Петерсбергль на месте старой деревянной церкви. В дальнейшем церковь неоднократно перестраивалась, меняла свой облик. В XIII веке она была переделана архитектором Иоганном Баптистом Циммерманом в стиле рококо. Главное украшение церкви Святого Петра – алтарь, изготовленный в 1733 году братьями Азам. Мастера соорудили величественную сцену в духе барокко с фигурами четырех святых, коринфскими колоннами и бархатно-золотистым задником. В центре всей композиции восседает монументальная фигура Святого Петра в папской тиаре. Для мюнхенцев он служит олицетворением папской власти. По существующей традиции, после кончины очередного папы римского, с головы фигуры Святого Петра снимают папскую тиару, а в Мюнхене приспускают все флаги в знак траура. После выборов нового папы римского, торжественная церемония возложения папской тиары на его голову, происходящее в Риме, дублируется в Мюнхене. Папская тиара возвращается на голову фигуры Святого Петра. Во время Второй мировой войны церковь Святого Петра сильно пострадала и была восстановлена только к 2000 году. От площади Мариенплац двинемся по улице Кауфингерштрассе, которая через пару кварталов перейдет в Нойхаузерштрассе. По дороге встретим еще одну интересную достопримечательность. Иезуитская церковь Святого Михаила. В свое время была одной из главных цитаделей контрреформации. Ее начали строить в 1583 году, но строительство прервало с падением одной из башен, так что храм был освящен только в 1597 году. Однако судьба все равно не пощадила его. В ноябре 1944 года он был разрушен бомбежкой, но все же восстановлен в 1947-1948 годах. Фасад храма больше похож на средневековую ратушу, в основном из-за острого треугольного фронтона, на вершине которого находится фигура Иисуса. У входа в церковь стоит бронзовая статуя Архангела Михаила, которая была создана еще в конце 16 века. Кроме того, в нишах находятся 15 статуй покровителей этого собора. Через пару кварталов выйдем на площадь Карлсплац, утопающую в фонтанах. Здесь когда-то находились городские оборонительные укрепления, от которых сохранились Карловы ворота. Ворота были построены в период с 1285 года по 1347 год и раньше назывались Нойхаусскими воротами. А в 1791 году получили свое современное название в честь Курфюрста Карла Теодора. От ворот Карлстор начинается пешеходная зона центрального Мюнхена, которую мы прошли в обратном порядке. Это первая пешеходная зона, созданная в Германии еще к Олимпиаде 1972 года. И одна из самых обширных. В часы пик здесь сложно протолкнуться. Ворота Карлстор – одни из трех сохранившихся городских ворот Мюнхена. За свою историю они не раз расширялись, укреплялись, обрастали дополнительными укреплениями, башнями, бастионами, валами. К началу 19-го столетия, как и прочие средневековые оборонительные сооружения Мюнхена, ворота Карлстор потеряли свое военное значение. В 1857 году в крепостной башне у ворот взорвались запасы пороха, и ее пришлось полностью снести. То, что ныне носит название Карлстор – всего лишь две боковые башенки когда-то действительно внушительного комплекса ворот. По другую сторону Карлсплац виднеется интересный архитектурный ансамбль. Дворец правосудия был построен в Мюнхене в период с 1891 по 1897 год. Автором проекта выступил знаменитый городской архитектор Фридрих фон Тирш, оформивший строение в стиле нео-барокко с добавлением элементов ренессанса. Интересно, что до сих пор дворец принадлежит своим первоначальным хозяевам. Здания заняты Верховным судом Баварии, Баварским министерством юстиции, а также большим количеством палат земельного суда Мюнхена. Впрочем, дворец правосудия представляет интерес не только с архитектурной и административной, но и с исторической точки зрения. Как раз здесь проходил судебный процесс против членов антифашистской подпольной группы «Белая роза», действовавшей во время Третьего рейха и ликвидированной в 1943 году. Также в стенах дворца правосудия проходил громкий суд над Верой Брюне, бывшей супругой композитора Лотара Брюне, приговоренной к пожизненному заключению за убийство своего любовника. Дальше у нас целых три варианта. Во всех придется использовать общественный транспорт, но это наиболее удобный и быстрый способ перемещения. Итак, вариант первый – немецкий музей. Добраться сюда от Карлсплац можно всего за 17 минут с помощью городских электричек S-Bahn. Немецкий музей Мюнхена – крупнейший в мире музей наук и техники, в котором экспонируется достижение человеческой мысли. Музей был основан в 1903 году. Ежегодно пополняемая коллекция на сегодняшний день включает более 100 тысяч экспонатов со всего мира. В немецком музее Мюнхена выставлены изобретения из разных областей науки и техники. Некоторые экспонаты датируются каменным веком, тогда как другие – последними десятилетиями. В выставочных залах можно проследить историю развития транспорта, как пассажирского, так и военного, энергетической и медицинской отраслей, узнать, как происходила автоматизация производства и появлялась бытовая техника. Главное здание расположено на музейном острове. Оно содержит примерно четверть всего музейного фонда. Здесь же расположены библиотека и помещения хозяйственного назначения. Самые ценные экспонаты представляют собой выдающиеся открытия мировых ученых и инженеров. Вычислительная машина Z3 Конрада Цузе, первый моторный самолет братьев Райт, автомобиль Карла Бенца и другие великие изобретения. Стоит также выделить время для посещения планетарий немецкого музея. Здесь же работают две обсерватории. Помимо постоянных экспозиций, в немецком музее регулярно проходят научные и просветительские лекции, временные выставки. Для любителей живописи и искусства подойдет второй вариант. В Мюнхене находятся три пинокотеки. Это художественные музеи, в которых выставлены произведения знаменитых художников разных эпох. Название пинокотека в переводе с древнегреческого означает «помещение для хранения живописных изображений». От Карлс-Плац к комплексу пинокотек ходят трамваи номер 27 и 28. Ехать всего 10 минут. Старая пинокотека – собрание произведений искусства от эпохи Средневековья до середины XVIII века. Начало мюнхенской коллекции положил герцог Баварии Вильгельм IV, заказав знаменитым мастерам того времени Бехаму, Фезелену, Альдорферу, Буркхмайру и Брею картины на исторические темы. До начала XIX века пинокотека была частной коллекцией. В 1836 году король Баварии Людвиг I поручил придворному архитектору Лео фон Гленцу строительство музея, в которой переместилась экспозиция. С этого момента пинокотека стала доступной для публики и стала публичным художественным музеем Германии. Новая пинокотека расположена напротив старой пинокотеки. В экспозиции работы художников XIX – начала XX веков. Проект здания был создан Фридрихом фон Гертнером и Августом фон Фойтом. Во время Второй мировой войны здание новой пинокотеки было полностью разрушено и вскоре снесено. Экспозиция новой пинокотеки размещалась в Доме искусства. Пинокотека современности – художественный музей в Мюнхене, под крышей которого разместились четыре независимых друг от друга музея. Коллекция современного искусства входит в состав Баварского государственного собрания живописи, новая коллекция – Государственный музей прикладного искусства, Архитектурный музей Мюнхенского технического университета и Государственное графическое собрание Мюнхена. А мы двинемся третьим маршрутом, и впереди нас ждет Олимпийский парк и музей БМВ. От Карлсфлац сюда ехать надо будет дольше – 25-30 минут на трамвае номер 27 и еще 5-10 минут пешком. Весной 1966 года Мюнхен получил право на проведение 20-х Олимпийских игр 1972 года. К этой дате было необходимо построить все спортивные объекты, на которых будут проводиться соревнования. Парк решили построить в северной части города на месте пустыря. Для тех, кто посещает этот парк впервые, очень важно познакомиться с его территорией. Прежде всего, внимание туристов привлекает Олимпийская башня. С 9 утра до 12 часов ночи можно посмотреть город с высоты 290 метров. На лифте можно подняться до закрытой площадки, а если позволит погода, обязательно поднимитесь выше на открытую смотровую площадку. Для взрослых вход на башню 7 евро, для детей 5 евро, а малышам до 6 лет – бесплатно. В башне каждый желающий может бесплатно посетить рок-музей. Тут же на высоте 181 метр находится вращающийся ресторан. На территории парка есть шикарное место для отдыха – искусственное озеро. А тем, кто интересуется спортом, будет интересно посетить Олимпийский зал, прогуляться по Олимпийскому стадиону. Также гостей ждет плавательный бассейн, ледовый зал и знаменитая аллея звезд. Рядом с парком находится музей БМВ. Знают о нем немногие, что связано с отсутствием какой-либо рекламы. Но именно Мюнхен является родиной этой марки. Построено здание музея БМВ в Мюнхене было к Олимпийским играм 1972 года вместе с другими олимпийскими объектами – комплексом спортивных сооружений, телевизионной вышкой и Олимпийским парком. В 2004-2008 годах музей был закрыт на реконструкцию, после чего открылся в новом современном виде. За счет нового павильона площадь музея увеличилась до 5000 квадратных метров. Расположен музей рядом со штаб-квартирой БМВ. Высокое здание по форме, представляющее собой четыре серебристых цилиндра. А через дорогу находится выставочный зал. Или просто-напросто современный автосалон с автомобилями и мотоциклами на продажу. Туристов там не меньше, чем в самом музее. Закончить насыщенный день можно, отдохнув на территории комплекса Нимфенбург. Поистину в королевском месте. Представляете, самый большой европейский дворец находится в Мюнхене. Да еще и в черте города. Еще совсем недавно под сводами замка Нимф, так его название переводится с немецкого, ходили короли и королевы, а теперь у каждого есть замечательная возможность прочувствовать жизнь Баварского двора. От Олимпийского парка сюда добираться придется с пересадками минут 40. Долго, но оно того стоит. К Нимфенбургу просто нельзя остаться равнодушным. Огромное бело-золотое здание со скульптурами, с колоннами и двумя парадными лестницами, которые ведут к залу, где раньше проводились балы и важные государственные мероприятия. Внутренняя роскошь поражает даже привередливого путешественника, а в парковой зоне можно отдохнуть и расслабиться, насладиться природой. Дворец делится на две части. Мужскую, где располагались комнаты правителя, и женскую, где находились жилые помещения королевы. Соединяет их парадный зал. Во Вторую мировую войну дворец сильно разрушили. Многие комнаты восстанавливаются до сих пор. В помещении сохранилось не так много, поэтому осмотр займет у вас в среднем час. Мюнхен богат достопримечательностями. Здесь очень много всяческих экскурсий, развлечений. Так что вам нужно только выбрать, чего бы хотелось увидеть и посетить в первую очередь. Ну а потом воплощать все это в реальной жизни.